К социаническому тесту мы разработаем также и такой тоже на социанических основах, но тест, который будет на негативный отбор. То есть в первую очередь человек проходит вот эту первую часть, и там результаты, готовность к дуальному отношению, присутствие климата. Если вы видите вот это высокомерие, чрезмерно-меркантильный подход, это не годится для модели семьи, построенной на дуальность. Это годится для других отношений. Ну, например, распространены же там неравные браки по возрасту, да, и тем. Из меркантильных соображений молодая девушка уходит замуж за уже в возрасте мужчина, но очень состоятельная. Ну, есть же так, да, и много. Это такая модель семьи невозможна? Возможно, да, почему же нет? Вот. Но мы же не это сами развиваем. Мы развиваем сами именно дуальную модель семьи, а не равноправно. А тут явно неравноправно. Поэтому надо проходить вот этот вот фильтр. Готовность к тому, что вы способны как бы освоить дуальное отношение. Вот так. И что я еще хотел сказать? Вот. Для Саши и вообще для мужчин, которые разбирают себе тоже. Мы выбираем постоянно друг друга, что очень многое сейчас стало. И этому способствует интернет слишком развязных девушек и женщин. Слишком развязных девушек и женщин. Понимаете, что я имею в виду? Да, я имею в виду. Значит, получается, что такие вот, для привлечения внимания к себе, значит, ну, могу знакомиться сразу с очень многими мужчинами, например. Или там выкладывать какие-то свои откровенные фото в интернете, правильно, в инстаграме, где-то и тому подобное. Вот это тоже не подходит. Потому что это означает, что модель семьи не построена на этике отношений. Этика отношений – это интровертная спромная функция. А здесь, наоборот, экстравертная функция, вот, которая построена на привлечении внимания к себе. Вот. Это, получается, вот эти вот демонстративные личности, которые могут быть и вашим дуалом, но они для моделей семьи, равноправных, дуальных отношений просто не могут быть. Конечно, с такими девушками и женщинами можно проводить время, вот, с ними можно развлекаться, конечно, с ними интересно, никогда не соскучитесь, вот, и еще, ну, раньше, в любом случае, еще называли стервами, таких женщин стервами называли. Вот, которые умеют, как бы, сделать в итоге все равно еще и мужчину виноватым, потому что отношения не складываются, и получить свое. Одинством женщины – манипуляторов. Вот так. И вот такие женщины-манипуляторы, конечно, не подходят для дуальной модели семьи. Отсюда вывод. Еще раз необходимо создать социалистические тесты на позитивный и на негативный отбор. И негативный отбор сделать первым, а позитивным уже второй. Не кто тебе дуал на первое место поставит, а кто из них тебе точно не подходит. То есть сузить поиск и там уже выбор делать уже гораздо более прочее. Так. И, как я вам сказал, сейчас повторю, что есть один американский ученый – Джордж Чорч. Так вот, он работает над приложением для знакомств о ДНК-тестах. О ДНК-тестах. Почему? Потому что это негативный отбор. Значит, вот вы там сдаете этот тест на ДНК, и у каждого человека где-то там 5-7 мутаций существуют. Неблагоприятного характера мутации на уровне генов. И вот получается, что если вы встретите себе, вернее, образуете семью с человеком, который имеет аналогичные мутации, то очень высокая вероятность, что родятся дети, где эти мутации проявятся, и они будут больными и нежизнеспособными. Вот так. Поэтому, чтобы это исключить, он предлагает, вот давайте проходить этот тест генетически на ДНК и сделаем так, чтобы не было мутаций. Биологический отбор, в принципе, наверное, с этого даже начнется, не с психологического отбора. Когда мы с вами разбирали дуальность, я вам сказал, что очень важно, например, иммунитет. При совместимости на физическом уровне важен иммунитет. Почему важен иммунитет? И даже когда проводят эксперименты, кто тебе больше нравится, кого бы ты выбрала, на обоняние, знаете, что есть? Есть много таких экспериментов, где женщины мюхают футболки, например, и определяют, какой запах им больше нравится. Вот эти вот, это все как бы на уровне уже, даже не генетики, а на уровне иммунитета. Значит, ученые пришли к выводу, что хорошо подходят друг к другу, вырождаются второе потомство, те, у которых, вот фактор, который за иммунитет отвечает, противоположный. Значит, если у меня иммунитет против той болезни, а у тебя против другой, а ничто против одной. Знаете, почему это надо? С точки зрения биологии выживаемости. Если у нас там, допустим, какой-то вирус, какая-то эпидемия, какая-то болезнь, заболеет только один. А тот, у кого против этого иммунитет, будет здоров, и он сможет ухаживать за вторым, правильно? А так, если оба, они, например, не имеют этого иммунитета, заболеют оба, и оттуда выхаживают. То есть, получается, и здесь работает система выживаемость и размножение. Выживаемость и размножение. Значит, выживаемость это первое, то есть, прежде всего, как бы сохраниться и выжить в этом сложном мире, вот, и на физическом уровне, например, не заболеть, а потом размножиться. Расхождение слова и дела. Если они начинают об этом говорить, они говорят, надо быть решительным, надо быть твердым, надо быть уверенным в себе. А в случае реальных силовых столкновений, что произойдет, посредники мастер быстро сдадутся. Ну, просто уйдут, не станут соревноваться. Вот так. Вот вам, что такое контрольная функция. Понимаете, почему по этой функции человек очень болезненно реагирует на то, когда ему приходится не говорить об этом, а делать это? Потому что, если спросить у того же мастера, каким должен быть мужчина, сильным, пробивным и так далее. А вот когда сделать, не сможет. А инспектор, сравним с инспектором, сможет инспектор? Да. Ну, не сразу, но сможет, да? Если начнется стресс, если его втянуть, спровоцировать, создать так ситуацию, он начнет проявлять силовую сенсорику. Причем сильную, он станет сильным, упрямым. Ну, например, экстремальная ситуация, там какой-нибудь пожар, правильно, или кто-то заболел, да. Инспектор очень, как бы, решительный, четкий и все делает команду. Вот так. А мастер быстро уйдет от этого. Это для него очень функция одномерная. Все должно быть мирно. Вы понимаете, что это объясняет, почему, например, первая квадра, там где посредник, и четвертая, там где мастер, это не конкурентные квадры.